Всем салют! Рад приветствовать вас, дамы и господа, гости моего канала. По названию ролика вы уже наверняка понимаете, о чём тут пойдёт речь. Но перед этим хотелось бы провести небольшой экскурс в историю. Некоторое время в сети ходили слухи о том, что Apple хочет объединить две свои операционные системы – мобильную iOS и настольную macOS. Однако, весной 2018 года в одном из интервью глава корпорации Apple Тим Кук сообщил, что его компания не верит в слияние своих операционных систем. Нет. По словам Кука, это не то, чего хотят пользователи. Окончательно развеял мифы о слиянии операционных систем Крейг Федериги, старший вице-президент по разработке программного обеспечения. На всемирной конференции разработчиков 2018 он рассказал о том, что Apple работает над возможностью запуска iOS-приложений на платформе macOS. Вот это поворот! И более того, показал первые версии четырех приложений, изначально разработанных для iOS и успешно портированных на macOS. А предоставить инструменты разработчикам для портирования своих приложений в Apple пообещали уже в 2019 году. Теперь, когда мы выяснили, что же намеревается сделать Apple, давайте в общих чертах попробуем разобраться, в чем различие между настольной и мобильной операционными системами от Apple. Я не буду рассказывать про уровни абстракции, чтобы не сильно нагружать видео технической информацией. Хочется отметить лишь то, что iOS почти идентична macOS. Грубо говоря, это одна и та же операционная система с одним и тем же ядром. Но это не точно! И отличаются они друг от друга лишь способом взаимодействия, иначе говоря, интерфейсом. В macOS за это отвечает фреймворк AppKit, а в iOS – фреймворк User Interface Kit. То есть нельзя просто так взять и перенести приложение iOS в macOS, в надежде на то, что оно будет работать. macOS попросту не будет знать, как взаимодействовать с ним. Поэтому перед программистами Apple стоит задача встроить часть фреймворка User Interface Kit в macOS, что и было продемонстрировано на Всемирной конференции разработчиков 2018. По словам же самого Крейга Федериги, существуют миллионы приложений для iOS, и некоторые из них будут превосходно смотреться в macOS. Несомненно, весь этот проект по переносу приложений с одной платформы на другую находится на начальном этапе своего развития. Но это нисколько не помешает нам подумать над тем, насколько же все-таки он необходим разработчикам и конечным пользователям. В данном случае, говоря о портировании приложения с мобильной операционной системы на настольную, мы не нуждаемся в эмуляции среды выполнения, или по-другому в эмуляторе операционной системы. Вы можете спросить, какие же преимущества это нам дает? Это значит, что в macOS приложение, изначально написанное для iOS, будет работать без посредников, как в родной среде, нисколько не теряя в производительности. Спросите себя, насколько бы вам было удобно иметь WhatsApp, Instagram или любимую игру под рукой на своем рабочем MacBook, Mac Mini или iMac? Или же давайте взглянем на это со стороны разработчиков приложений? И даже здесь можно увидеть множество плюсов. Если вы, например, хотите написать приложение для двух платформ, то вам нужно будет сделать это лишь единожды, а затем портировать его. Думаю, что не стоит объяснять, что это менее затратно, как во временном, так и в материальном плане. Подводя итог, хочется сказать, что на данный момент не совсем понятно, как это все будет выглядеть. Но, несомненно, одно – это очень перспективное направление, которое поможет улучшить качество приложений на обеих платформах. А что думаете вы по этому поводу? Можете поделиться своим мнением в комментариях. Если же вам понравилось видео, Поставьте лайк и подпишитесь. Всем спасибо, что смотрели и до встречи в новых видео. Пока!